Соответственно я сейчас покажу дом, а подробнее узнать о нас, почему мы переехали, какие были причины, это можно в группе ВКонтакте Крестьянское хозяйство Устинова АВЭ, там у нас есть статьи, я уже писал, и можно подробнее узнать. Сейчас я вам покажу сам дом обстоятельно, буду все пояснять. Давайте начнем с одного из интересных, это русская печка, вот сейчас мы ее топим, ее можно использовать как камин, понятно, красота эстетическая, тепло, наверху лежанка у нас тут, вот она. Поскольку сейчас я все строю, то есть здесь потом все это будет доделано до конца, вот горячая поверхность, где можно будет косточки греть, так скажем, как в древние времена. Здесь у нас кухня будет, вот сейчас это все, я говорю, в стадии строительства, пол капитальный уже положили, значит это у нас вход получается, вот он вход в дом. Здесь вот я сейчас заканчиваю пол, мне процентов 40 осталось на первом этаже пол сделать, в этом углу будет туалет, здесь вот гостиная комната такая, тут вот стрематериалы всякие лежат. Дом сделан из бревна, как видно, бревно, там сосна, кедр, вот такое вот большое окно, значит так его, надо, чтобы было видно. Вот так вот здесь будет кухня-столовая, то есть будет стол стоять, ну и будем кушать с семьей, с гостями. Вот печка отсюда, значит сейчас покажу второй этаж, второй этаж у нас уже более или менее сделан, кроме перегородок. Пол уже тут уложен на втором этаже, вот здесь будут детские, две детских, это вот как раз толбушок перегородка будет, это кубовый бак у нас, вода сначала будет набираться сюда, потом отсюда самотеком уже по дому. И это наша спальня-комната, вот тоже тут пол все сделано, здесь я еще пенопласт не зашил, вот зашью, ну и зашью как вот здесь вот, а потом это все тоже будет обшиваться. Вот окошко, тут видать немножко нашу деревню, сейчас потом обойду дом, покажу что там снаружи, вот с этой стороны вид у нас тоже на деревню. Там вот мой сарай, сено у нас тут, и сегодня на улице погода такая прям, ну ветреная вьюга в общем. Ну вот так вот примерно в двух словах, как у нас сейчас обстоят дела здесь. Все, покажем улицу теперь. Значит спускаемся вниз, и почему мы переехали именно сюда, ну во-первых, здесь мы как бы вернулись к своим корням, здесь выросли моя мама, значит жили здесь дед ее отец, баба наша, вот ее мама. Вот, сейчас потеряевка новая, та, которая была восстановлена в 90-м году, это православная христианская деревня, вот, поэтому мы сюда и приехали. Здесь есть устав деревенский, вот, то есть нам, нам это интересно жить именно вот так. Живем, жизнь здесь общинная, вот, живем общиной, то есть друг другу там помогаем, ну и так далее. Вот, живут здесь только верующие христиане православные. Вот, кстати, я могу даже тут из окошка поснимать. Ну, там у нас, я говорю, вот, всякие эти, короче, лес, там старые постройки разломали, дрова, то есть все это будем постепенно убирать. Вот, я в этом году даже забор не успел сделать, вот, ну там фрагменты есть какие-то. Так что вот так вот. Так вот мы выходим из дома. Все, сейчас тут покажу дом снаружи. Вот тут небольшой у нас козыречек такой. Здесь потом терраса будет. Вот у нас тут забора нету еще. В общем, сделаем все это позже. Снежок уже прям насыпало, ну, еще, может быть, кто-то говорит, что может быть растаять. Не знаю, так это нет. Тут дровишки даже для русской печи березовой специально приобрел. Вот, но тут бетономешалочка не успел. Тут у нас технический вход. Вот, в этом году тоже я не успел стеночки подзалить, а потом сделаю. Вот, ну, вот так, собственно, выглядит наш дом снаружи. Вот и печка, топится дым, видно. Видно, сейчас мы отопление нужно там кое-какие моментики переделать. Жду специалиста. Вот, и как переделаю, то есть, ну, естественно, будет теплее намного. Так, вот, я, значит, вышел тут на перекресток. Это у нас, у нас вот эта вот единственная улица. Называется улица Марии Лапкиной. Это моя бабушка. Вот, мамина мама. Вот, в честь нее тут все названо. Ну, не все, точнее, улица. Вот, все это дома, но тут, тут в основном они некоторые, даже большая часть, что ли, они просто как бы на летний период только люди здесь живут. Вот здесь вот, в этом краю, вот здесь все живут. Видите, я тоже приезжаю, что куда-то, там вообще низкий лагерь, вот его не видать. Ну, в общем, потом дальше еще пройдусь по деревне там. Так, это мы на середине деревни. Вот это вот самый первый дом, вот он, длинный, вот, стеночки кирпичные, с красными крестиками. Самый первый дом из Самана его сделали. Вот, делали тоже тут всем миром, в общем. Это как уже, как исторический такой комплекс. Здесь озеро, вот, тоже, ну, как озеро, оно искусственный пруд такой, его бульдозерами сделали. Вот, собственно, тут вода набирается только от весенних паводков, и все. И тут выкачивают там на огороды, немножко остается. Зимний период, вот, в прошлом году делали, вот, горку, так вот оттуда, там, вот, из этих из веток, так, спускаешься и сюда, прям по снежку. Вот она, деревня продолжается дальше. Здесь такой околочек, в общем, как бы слияние двух этих дорог, такие мощные тополя. Еще при старой деревне они были. Так, ну, поедем дальше, в общем. Сейчас мы находимся, вот, центральный въезд в деревню, вот, дорогу тут тоже мы недавно сделали своими силами. Здесь с этой стороны тоже расчистили пруд, такой тоже без родников, он набирается сам по себе весной. Вот, сейчас покажу дальше все наши достопримечательности. Значит, вот у нас на въезде тут есть такая надпись, очень интересная она, не одна. Вот, остальные там потом будут. Здесь у нас живет староста, в общем, фермер, ну, у него комбайны всякие. Вот, спереди, значит, храм, в одной половине храм, в одной школа наша. Вот, ну, и, собственно, улица, вот она наша, продолжается туда, вглубь уходит, вот, потому что мы сейчас приехали. Все это склад там, зерном, короче, ну, и всякие там дополнительные постройки. Ну, вот, как-то так примерно наша деревня. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok